Идеальная школа, какая она должна быть и что для этого нужно. Сегодня в Зелевочке-Кен на базе первой школы имени Героя России Абдуллы Ижаева прошла межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная вопросам реализации проекта Школа Минпросвещения России. Ахмат Халкевич продолжит тему. Цель конференции – задать вектора образования в направлении проекта Школа Минпросвещения России. Наша республика приступила к участию в данном проекте в прошлом году, и 23 общеобразовательных учреждений региона стали его первыми участниками. Ну а в этом году включились еще 19 школ. Прежде чем войти в число участвующих в апробации, директора и управленческие команды общеобразовательных учреждений прошли обучение в Академии Минпросвещения, а учителя – специальные курсы Центра непрерывного повышения педагогического мастерства. Также участвующие в апробации организации провели самодиагностику. По результатам учреждениям, прошедшим ее, присваивались определенные оценочные уровни от базового и среднего до эталонного. Сейчас вот запускается скоро новая самодиагностика, чтобы увидеть результаты, что у них было, к чему они пришли. А цель этого проекта в том, чтобы единое образовательное пространство. То есть каждый ученик, если он учится, допустим, в сельской провинциальной школе, переехав в Москву, у него не меняется ни программа, ни учебники. То есть единое образовательное пространство. Вот к чему мы все сейчас стремимся. Научная площадка, помимо руководителей общеобразовательных учреждений, начальников управления образованием муниципальных администраций нашего региона, собрала также участников из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Чеченской республики. Главная задача форума – координация усилий и обмен опытом в развитии единого образовательного пространства. Это как раз проект для того, чтобы мы понимали, какую стратегию и приоритет национальной политики сегодня нам выстраивать вместе и как приходить к общему знаменателю. Мы стремимся к тому, чтобы качество образования в нашей республике вышло на достойный уровень. В числе первых в апробацию проекта в нашей республике включилась и первая школа села Юшкекен. О том, как перестраивался ее педагогический коллектив к обустройству школы нового формата, поведала директор образовательного учреждения Екатерина Кипкеева. Основная задача наша заключалась в том, чтобы был единый информационный поток, чтобы мы работали и команда находилась в одном смысловом поле этого проекта. Вот это было самое главное для нас. Это было начало нашей работы. По завершению пленарной части конференции участники разделились по секциям, соответствующим магистральным направлениям проекта. Здесь принимающая сторона в практическом формате продемонстрировала уже наработанный опыт. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вестикарчаве, Черкесия, Малокарчавский район.